МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер проекта строительная компания Алмак-Строль. Каждый день и каждый час кто-то нуждается в нашей помощи. И самое страшное – это пройти мимо. Как потом с этим жить? С ощущением того, что ты мог помочь, но не помог. Мог спасти, но не спас. Каждый решает для себя, как ответить на эти вопросы. Для меня совершенно очевидно, что даже если твоя ежедневная деятельность связана с благотворительностью, это не может быть просто работой. Это становится потребностью помогать вне зависимости от времени суток и личных обстоятельств. Ты либо живешь этим, либо нет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Край добра» и я ее ведущая Яна Старожок. В каждом выпуске мы рассказываем не только историю ребенка, но и стараемся ему помочь. И сегодня наша помощь нужна маленькому Вадиму Бойко из Белореченска. Пятилетний Вадик Бойко из Белореченска растет настоящим мужчиной. Он готов часами ремонтировать какую-нибудь технику. Видя такую увлеченность ребенка, родные даже купили ему настоящий набор инструментов. Родители не нарадуются. Они долго мечтали о сыне. Папа наш очень ждал сыночка своего, потому что старше у нас девочка, а все-таки мужчина, ну, как бы сын есть сын. Продолжение. И роды у меня очень легко прошли. В окошко родильного дома счастливая мать с гордостью показывала Вадимку, всей многочисленной родне. Вечером, когда все разъехались по домам, мама решила распределять ребенка, чтобы получше рассмотреть свое крошечное сокровище. Именно в этот момент в жизни семьи Бойко вошли тревога и страх за сына. Я его распеленала, у него все нормально, все на месте. А потом чисто мельком заметила, что что-то ушко у него какое-то не такое. Начала смотреть, думала, сейчас просто завернулось оно. Ну вот оно как валик, вот так вот, как будто бы просто завернулось. Начала смотреть, смотрю, что у него ни проходика, ни ушка нет. Несколько дней, проведенных в ожидании обследования у малыша, Анастасия вспоминает, как самый ужасный в своей жизни. Пытаясь вызвать реакцию младенца, молодая мама громко хлопала в ладоши, с шумом закрывала дверь в палату. Я не понимала вообще, слышит он или не слышит. И только спустя 4 дня после проведенного скрининга слуха, доктора смогли хоть немного успокоить родителей, сказав, что на второе, левое ушко, ребенок не глухой. Конечно, это для нас было огромным счастьем, огромной радостью, что хотя бы он у нас слышит. Однако ребенку был поставлен серьезный диагноз – синдром Гольденхара с атрезией и микротией слухового прохода. Синдром Гольденхара – это генетическое нарушение, при котором у ребенка неправильно асимметрично развивается половина лица. И часто оказываются затронуты другие органы. В случае с Вадимкой это оказалось правое ушко. К сожалению, по статистике, с таким синдромом в мире рождается примерно один из 5-7 тысяч новорожденных. Но для семьи Бойко данные статистики не были утешением. Став родителями особенного мальчика, мама и папа Вадика все 5 лет его жизни учились жить с тяжелым диагнозом сына. Он у нас рос, мы встали на учет к сурдологу в детском диагностическом центре. Он у нас начал говорить, то есть сурдолог нам сказала, что операция, возможно, не раньше 10 лет. То есть вы растите, живите с этим. Очень много куда его возили, кто с ним занимался. И он у нас в итоге пошел в обычный детский садик. Если не знать о диагнозе ребенка, то с виду он кажется совсем обычным малышом. Заядлым футболистом, озорным и улыбчивым непоседой. И пока только родные обращают внимание на симметрию его лица, когда Вадимка смеется. Родители подобрали ему стрижку, которая частично скрывает отсутствие ушной раковины. И стараются делать все, что в их силах, чтобы сын не чувствовал себя не таким. Мы вообще его растим, как обычного мальчика. Но вот он вчера, мы лежим с ним уже, легли спать. И он говорит, мама говорит, а детки в садике надо мной смеются. Я говорю, а что они над тобой смеются? Он говорит, ну то, что у меня ушко маленькое. А мне вот, ну как матери. Я даже не знаю, что ему сказать. Как вот его оградить от этого, да? Ну, единственное, что я смогла сказать, да, что скоро тебе врач поможет, и ты будешь обычным мальчиком. Синдром Гальденхара – достаточно изученное заболевание. И мировая практика показывает, что чем раньше будет обследован ребенок и начато лечение, тем проще избежать возможных осложнений. А они у Вадимки, к сожалению, уже наступили. Он у нас переболел. Ну, с виду казалось обычной простудой. Кашель, температура. Мы его вылечили, все вроде бы было нормально. А потом в один момент мы просто поняли, что он у нас не слышит. Родители срочно отвезли ребенка в детский диагностический центр, специалисты которого подтвердили, что Вадимка действительно перестал слышать. Диагноз – острый катаральный отит, который впоследствии перешел в естохиид, воспалительное поражение слуховой трубы и барабанной полости. Восстановить слух Вадима можно, если сделать дорогостоящую операцию. Врачи одной из лучших специализированных клиник готовы помочь маленькому пациенту. Однако у родителей нет такой суммы. Из 5 миллионов рублей на операцию для Вадима Бойко нам удалось собрать 3 миллиона 700. А это значит, что осталось всего 1 миллион 300. И я уверена, что вместе мы сможем помочь этому мальчику. Если вы хотите помочь Вадиму, вы можете отправить смс со словом «счастье» на номер 7715. Или же сделать пожертвование прямо на сайте фонда «Край добра». В наших программах мы продолжаем разбираться в причинах, последствиях и симптомах детских болезней. Тема нашего сегодняшнего выпуска – нарушение слуха. В соответствии со статистикой Всемирной организации здравоохранения, число детей с нарушениями слуха в Российской Федерации в настоящее время превышает 600 тысяч. Считается, что на тысячу нормально слышащих новорожденных приходится один ребенок с выраженной степенью тугоухости. Что делать, если ребенок стал плохо слышать? И можно ли это предотвратить? Сегодня мы об этом будем говорить с главным детским сурдологом Министерства здравоохранения Краснодарского края Ольгой Викторовной Пыжовой. Добрый день, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Первый вопрос. Какие же могут быть проблемы, которые приводят к нарушению слуха? Проблем, которые могут привести к снижению слуха, очень много. В первую очередь, это может быть наследственная причина. То есть родители и родственники ребенка глухие. Он тоже может родиться глухим. И плюс еще приобретенные проблемы, то есть во время беременности, родов, первый год жизни очень опасен для ребенка, который может привести к снижению слуха. Перенесенные простудные заболевания, менингит, хронические отиты, травмы, шумовая нагрузка. Все может привести к снижению слуха у ребенка в различном возрасте. Ну вот если я правильно понимаю, что у нас в принципе самое главное это диагностика, потому что чем раньше выявляешь проблему, тем лучше результат лечения. Ну, совершенно верно. Ольга Викторовна, в каком возрасте проводится диагностика слуха? Диагностика слуха проводится сразу же после рождения ребенка, в первые 4 дня в роддоме. Кстати, на эту тему мы сегодня подготовили сюжет. Давайте посмотрим. Это обследование проводится в полной тишине. Задача врачей – проверить состояние слуха маленького пациента. Если есть хоть какие-то отклонения, аудиометр их обязательно покажет. Этот аппарат состоит у него внутри микрофон. Он проводит звуки и записывает результаты. То есть проводится звук, есть проходимость. Мы можем объективно, быстро определить, какие-то нарушения есть у новорожденного на данном этапе или нет. Такая проверка слуха обычно не вызывает у малышей дискомфорта. Более того, спокойствие ребенка – это одно из главных условий проведения скрининга, важное для точного результата. Аппарат очень чувствительный. Малыш может не спать, но он должен быть спокойным, то есть не плакать. И нельзя, чтобы он в это время сосал пустышку либо грудь, потому что это тоже влияет на результаты исследований. С 2008 года аудиоскрининг входит в список обязательных комплексных обследований новорожденных. Его проводят абсолютно всем детям на третьей-четвертой сутки после рождения. Он проводится в два этапа. Первый этап – это родильный дом или акушерский стационар. И второй этап – это уже специализированная сфердологическая клиника или поликлиника. Кто проходит на первом этапе аудиоскрининг, это не значит, что это окончательное исследование. Существуют группы риска детей по тугоухости, которые мы всегда отмечаем, когда уходит документация в поликлинику, преемственность соблюдается. И если этот ребенок из группы риска, то ему повторно в поликлинике должны в декретированные сроки проверить слух. Благодаря этой диагностике можно выявить симптомы нарушения слуха на самом раннем этапе развития. А это значит начать лечение как можно раньше. Он определяет дальнейшую судьбу и жизнь человека, которому своевременно можно установить нарушение слуха. Если это не сделать в течение первых трех, максимум шести месяцев, и не оказать высококвалифицированную помощь, в том числе и высокотехнологичную, то у человека не формируется центр речи, не формируется восприятие звука, он не может говорить, он не может мыслить. То есть когнитивные функции будут у такого человека нарушены. По статистике, лишь у 0,1% всех новорожденных есть глубокие потери слуха. Благодаря ранней диагностике они получают своевременную медицинскую помощь. А значит, возможность развиваться и жить полной жизнью. Это так важно – слышать голос родных и засыпать под мамину колыбельную. Если я правильно поняла, то при первом выявлении нарушения слуха требуется и повторная диагностика. Это совершенно верно. Если в роддоме тест показал, что проблема со слухом у ребенка есть, повторное обследование проводится в первый месяц жизни ребенка в поликлинике по месту жительства. Это проводят лоррачи или педиатры, в зависимости от того, кто подготовлен, какой врач подготовлен. Если во время обследования выявлено, что какие-то проблемы со слухом у ребенка есть, такой ребенок направляется на консультацию к сурдологу. В первую очередь это детская краевая больница. Или же сейчас у нас в крае существуют межтерриториальные сурдологические кабинеты, где будут проведены еще дополнительные обследования. Ольга Викторовна, расскажите, какие на сегодня существуют методики обследования слуха? На сегодняшний день существуют субъективные и объективные методы исследования слуха. Это и акустическая эмиссия, которая проводится у детей первого года жизни. Это и тональная аудиометрия, которая может проводиться более старшим детям. Это и педансометрия, которая может диагностировать нарушение среднего уха. На этом компьютерная аудиометрия, это КСВП, которая независимо от желаний возраста ребенка, мы можем обследовать и сказать, на каком уровне идет снижение слуха. Какая степень туговости, какая причина снижения слуха? Ольга Викторовна, если ребенка забрали из роддома, казалось бы, все в порядке. И вот мама начинает замечать, что ребенок не слышит или со временем уже не отзывается на свое имя. Если ребенок не реагирует на окружающие звуки, это не обязательно реакция на имя. Можно западу снижение слуха. Ребенок перенес какое-то заболевание инфекционное или там была травма и перестал после этого реагировать на окружающие звуки. Тоже можно заподозрить снижение слуха. Очень сложно с детьми, которые с задержками психоречивого развития. Такой ребенок может слышать, но не реагировать на окружающие звуки. Здесь тоже нужно быть внимательным. А вот какой должна быть профилактика нарушения слуха в нашем следующем материале? Для того, чтобы сохранить хороший слух, нужно следовать некоторым рекомендациям. Избегайте громкого шума. Не включайте на полную мощность радио, телевизор, музыкальные установки. Кстати, это вредно не только для слуха, но и для нервной системы. При езде на мотоцикле или в другом шумном транспорте обязательно используйте шлем, специальные наушники или беруши. Старайтесь не использовать подолгу вставные наушники. Продолжительность сеансов не должна превышать 25-30 минут. По возможности лучше пользоваться накладными наушниками. Чтобы в будущем не потребовались слуховые аппараты, стоит внимательно относиться к принимаемым медикаментам. Некоторые из них способны оказывать негативное воздействие на органы слуха, так что всегда консультируйтесь с врачом перед приемом. В холодное время года не пренебрегайте головным убором. Давайте отдых ушам, проводите время в тишине. Выполняя данные рекомендации, вы снижаете риск потери слуха до минимума. Ольга Викторовна, но если у ребенка выявили патологию, что делать дальше? После того, как диагноз установлен, в зависимости от степени потери слуха, назначаются различные методы реабилитации. Во-первых, это слуховые аппараты. Слуховые аппараты уже рекомендуются на второй степени тугоухости. Но при второй степени тугоухости еще инвалидности у ребенка нет. Инвалидности еще нет. А значит, ему государство не может предоставить слуховой аппарат. Для того, чтобы удобнее ребенку было носить слуховой аппарат, делается индивидуальный по ушку ребенка вкладыш. Это вставляется в слуховой проход, а это за ушком. Вот так выглядит слуховой аппаратик. При средних потерях слуха, вторая степень и третья, можно рекомендовать другие аппаратики. Они, вот видите, более миниатюрные, поменьше, но менее заметные. Для более старших детей, например, лет 16, уже можно и попробовать внутрешной слуховой аппаратик. Вот видите, он стоит в слуховом проходе, и его практически не видно будет. Большинство детей с нарушениями слуха учатся в обычных школах? Ну, основная масса, да. Для этого, в общем-то, мы работаем для того, чтобы вовремя выявить и назначить реабилитационные мероприятия. В первую очередь, для того, чтобы ребенок в дальнейшем обучался в массовой школе, разговаривал, общался, жил обычной полноценной жизнью, как и все остальные. При какой степени тугоухости ребенку ставится инвалидность? При дугоухости третьей, четвертой степени и глухоте ребенок имеет право на получение инвалидности. В продолжении темы наш следующий материал. К сожалению, тяжелые болезни ребенка, травмы и несчастные случаи приводят к инвалидности. Одной из причин, по которой надо заняться ее оформлением, является пенсия, предоставляемая государством. Это денежное пособие, которое предназначено для покупки необходимых медикаментов и разнообразных средств ухода за больным ребенком. Кроме пенсии, ребенок-инвалид получает и другие льготы. Бесплатные медикаменты по рецепту врача, бесплатное обеспечение средствами передвижения, протезами и тому подобное, бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в городском транспорте, льготный проезд в железнодорожном, воздушном и речном транспорте. Привилегии положены не только самому ребенку-инвалиду, но и его матери. Это возможность работать по сокращенному рабочему графику, иметь дополнительный отпуск и даже досрочно выходить на пенсию и льгота при оплате налогов с дохода. Ольга Викторовна, что такое кохлеарная имплантация и кому она показана? Детям с четвертой степенью глухотой, для которых неэффективно слухопротезирование. То есть это те дети, которые совсем ничего не слышат? Те дети, которые совсем ничего не слышат, тем рекомендуется кохлеарная имплантация. Это операция, это не восстановление слуха, как само по себе, это операция, при которой ребенок все равно пользуется техническим средством. То есть имплант внутри, снаружи речевой процессор. Наиболее эффективная кохлеарная имплантация, которая проводилась детям от года до трех. То есть после роддома, когда выявилась патология, необходимо встать на очередь? Да, обследоваться еще дополнительно и где-то с года до трех провести кохлеарную имплантацию. Где можно сделать кохлеарную имплантацию? Кохлеарная имплантация у нас проводится в федеральных клиниках. Это Москва, Санкт-Петербург и в детской краевой больнице у нас в городе Краснодаре. Спасибо, Ольга Викторовна, вам за беседу. А мы продолжаем нашу программу. В этом году, благодаря помощи неравнодушных жителей региона, Фонд помощи детям «Край добра» приобрел маленькой Маргарите Дворцовой кохлеарный имплант. Его стоимость полтора миллиона рублей. Врачи детской краево-клинической больницы провели эту операцию успешно. Девочка пока не говорит. Это процесс небыстрый. Но самое главное, она слышит. Детские психологи утверждают, что в раннем детстве все девочки считают себя принцессами. Маленькая Рита из Славянска-Накубани не исключение. К этому ее обязывает не только нежный возраст, но и фамилия. Она Дворцова. Вот уже второй месяц Марго усиленно осваивает один из главных уроков придворного воспитания принцесс – танцы. Я выйду на улицу, солнце не варитет. Танцуй, танцуй. При взгляде на эту забавную малышку уже не верится, что от рождения она была полностью лишена слуха. Весь первый год жизни ребенка был посвящен обследованием и уточнению диагноза. Но чудо не случилось. Мы раньше с этим никогда не сталкивались. Наследственности у нас нет, то есть все было хорошо. И вот такая ситуация очень неожиданная для нас и жуткая. Сразу не знаю, что делать, куда бежать, потому что ситуация уже год, ребенок не слышит. Вроде бы дети уже многие в год стихи рассказывают, а мы еще ничего не можем. Открыть девочке мир звуков могла только кахлеарная имплантация. Терять время было нельзя, ведь Маргарите уже исполнился год. Если затянуть с операцией, ребенок не сможет заговорить. Но полтора миллиона рублей на имплант у родителей малышки не было. Решение обратиться за помощью в благотворительный фонд «Край добра» стало спасительным. И помощь пришла быстро. Сумма просто немыслимая. Сами мы такие деньги бы не нашли. Нам позвонили через два месяца после обращения. В августе врачи детской краевой клинической полиции провели полутора годовалой Маргарите операцию. Установили кахлеарный имплантат. Этот метод слухопротезирования заключается в установке специального устройства, которое преобразовывает звуки в сигналы, понятные нервной системе. У устройства есть внутренняя часть, которую врачи вживили через ухо в организм ребенка. И внешнее – речевой процессор. Он крепится за ушком малышки, среди ее кудряшек. Имплант позволяет передавать звуковую информацию в головной мозг. Это и дает возможность слышать. В день операции родные девочки очень волновались. Страшно. Ребенок очень маленький. Вообще, ты за взрослого переживаешь, а маленький ребенок, тем более, когда вот доченька твоя. Ток-ток, ток-ток, Рита, стучи. Операция прошла успешно. Но сразу же после имплантации ни один пациент не сможет нормально слышать и говорить. На это требуется время. В истории семьи Дворцовых оно уже настало. Мы слышим, мы реагируем на звуки. Речь, конечно, мы еще не понимаем. Нужны занятия. Но игрушки пищащие, музыка, то есть все это уже нам интересно. И уже есть результат, которого не было до этого момента. Наблюдать за тем, как ребенок активно осваивается в мире звуков, для родителей девочки – огромная радость. Благодаря отзывчивости жителей Кубани у Маргариты началась новая жизнь. Школа, садик, то есть она будет развиваться, как те нормальные дети. Невозможно всех слов подобрать от этой благодарности, потому что... Жизнь Маргариты Дворцовой изменилась благодаря помощи одного из ведущих банков страны. Я хочу вам представить управляющего Краснодарским отделением финансовой компании Андрея Валерьевича Орешко. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Добрый день. Я знаю, что вы родились в Приморском крае, затем работали в Москве, сейчас в Краснодаре. Есть ли какие-то отличительные черты у тех, кто здесь живет и работает? Ну, я, наверное, готов выделить две черты, которые резко бросаются в глаза. Один из первых дней я это понял. Первое – здесь люди гораздо чаще улыбаются. И второе отличие – в этом регионе очень большая концентрация людей предприимчивых. Очень многие бизнесмены говорят о социальной ответственности. Как вы понимаете это само словосочетание и как вы к нему относитесь? Я считаю, что любой бизнес должен быть социально ответственным. Начинается это с формализованных, простых вещей. Каждый бизнесмен должен платить налоги. Каждый бизнесмен должен платить заработную плату своим сотрудникам. Все остальное – это то, что он хочет или то, что велит ему в сердце. Помогать людям, помогать детям. А есть социальная миссия у вашей компании? Безусловно, социальная миссия есть. Наша организация имеет свою программу оказания помощи. В том числе есть собственный фонд, который был организован чуть больше года назад. И который направлен на развитие инфраструктуры образования, на развитие детей, на их обучение. Но помимо того, что у вас есть свой фонд, вы помогаете еще и другим фондам. В частности, Край Добра. И вот за два года 9 миллионов рублей, которые были собраны, направлены на помощь больным детям. Как пришла такая идея создать такой клуб добрых дел? Родилась она на вечере, который, кстати, фонд Край Добра организовал. При помощи краевой администрации я там был в качестве приглашенного гостя. И ровно на этом вечере эта идея родилась, и мы ее успешно реализовываем. Сотрудники банка – это добрые наши помощники, это волонтеры. Как пришли к тому, что благотворительность – это не разовая акция, это постоянство? И как удалось сплотить коллектив? Нужно было только создать условия, чтобы люди могли этим заниматься. И подать небольшой пример для этого. Клуб добрых дел – это такой уникальный опыт для региона? Это движение будет развиваться, потому что количество людей, которые осознанно пришли в этот клуб, безусловно, оно увеличилось. Мы продолжаем этот формат, он поддержан всеми членами клуба, и мы это будем делать и в следующем году. Андрей Валерьевич, ну, коллеги, клиенты, они поддерживают. А как к этому относится Ваша семья? Положительно относится. У меня у самого двое детей, я понимаю, что это непросто. И я прекрасно понимаю, что когда семьи оказываются в непростых ситуациях жизненных, кто-то должен им помочь. Если у меня такая возможность есть, есть возможность у организации, в которой я работаю, есть возможность у наших клиентов, безусловно, я буду это использовать, если меня очень положительно к этому относится. У нас скоро Новый год. Вместе с сотрудниками мы идем в больницы, будем исполнять самые заветные желания наших детей. А можете ли Вы вспомнить свое самое заветное желание новогоднее, предновогоднее, вот что-то из детства? Ух, это тяжелый такой вопрос, потому что действительно Новый год, это, наверное, больше детский праздник, но тем не менее, даже я знаю, что многие взрослые его ждут. Это всегда было ожидание, ожидание какого-то волшебства. И, конечно, всегда оно случалось. Я благодарю Вас за нашу беседу. Спасибо. Благодарю за дружбу, за то, что Вы делаете для нас. И я надеюсь, что мы продолжим нашу дружбу и в Новом году. Безусловно. Спасибо Вам. Каждый ребенок с нетерпением ждет новогоднее чудо и волшебство, несмотря на болезни и разные невзгоды. Благотворительный фонд помощи детям «Край добра» проводит новогоднюю акцию «Елки желаний». Вы можете подарить таким детям настоящую сказку. Спешите отыскать «Елки желаний» в крупных торговых центрах Кубани. Открытки-снегирьки подскажут, о чем мечтают дети. Подарки можно передать волонтерам, и тогда мечта каждого ребенка сбудется. Почувствуйте себя добрыми волшебниками. Благотворительная акция «Елки желаний» продлится с 15 по 25 декабря 2017 года.